Число 7 имеет магический ореол. Столько и нот, и цветов радуги, и чудес света. Столько же было и путевок на финал первенства России по фигурному катанию. Ребята Уральского и Приворского федеральных округов разыграли их на Тюменском льду, подарив неделю превосходного спортивного спектакля. Какой русский не любит классного фигурного катания? Здесь и адреналин быстрой езды, и скорость, и мощь, заточенная в хрупкие фигуры. Тюмень девятый год подряд принимает межрегиональные соревнования. Эдакий полуфинал первенства России среди ребят младшего возраста. За это время поменялось многое. Правила судейства и тренда. Самое главное – уровень воспитанников ДюСШ-прибой. Статистами их теперь никто не назовет. И помню я, когда ваши спортсмены первый раз 9 лет назад вышли на лед, это было что-то так, ну, знаете, как-то непривычно. Сегодня уровень ваших спортсменов, фигуристов, вырос просто, ну, семимильными шагами. Они уже выступают и на первенстве страны, и на чемпионате страны, на всероссийских соревнованиях, и причем занимают очень приличные места. Ребятам под 10-13 лет, и за несколько дней им нужно пережить серьезные испытания. Помимо классических, короткой и произвольной программ, покоритель льда представляет на суд жюри обязательные элементы – набор дорожки шагов, прыжков и других технических действий. С прошлого года мы слышим, что музыкальное оформление элементов делается, разрешили музыку со словами. То есть уже какое-то разнообразие появилось, интересный уровень, конечно, посложнее. Хотя в этом году я посмотрела, девочки очень сильный уровень, что младший возраст, что старший возраст. Мне все понравилось, как я все сделала, только комбо, вращение последнее, оно без уровня получилось, потому что сорвала последний. Когда учила, было сложно, но потом становилось легче, и начала понимать, что нужно выкатывать шаги всякие. Дети приболжского и уральского федеральных округов давно, много лет уже очень хорошо готовы, фигуристы очень качественные, даже в таком юном возрасте. У них большой набор элементов, и то, что сюда приезжают в Тюмень, ребята хорошего мастерства уже высокого, и тренеры, конечно, с ними вместе. Это играет роль большую, это толчок для какого-то дальнейшего самосовершенствования и для наших тюменских ребят. Но многое решает произволка, венчающая турнир. Нередки случаи, когда во время главного проката фигуристы попадают в решающую семерку, исправив ошибки прошлых выступлений. Хотя драма здесь неописуема, это спорт, где нужно хладнокровие сапера, точность ювелира и терпение школьного учителя. Из слез в зоне kiss and cry можно набрать ванную. Я готовилась, я переживала, но когда я вышла на лед, я поняла, что я уже все сделала, я ничего не боюсь, и я все сделала. И самое сложное это было для меня терпение, потому что я волновалась, и я переборола себя. Блестящее выступление в Тюмени удалось Веронике Яметовой из Екатеринбурга. Уральская дюймовочка выиграла произвольную программу, финишировав в итоге на суммарной серебряной позиции. Девушка тренируется каждый день по 4-5 часов, занимаясь под началом Елены Легковец, первого тренера олимпийской чемпионки Сочи Юлии Лепницкой. Подобный настрой, наверное, может топить лед и ломать стены. Вероника Яметова приехала в Тюмень после болезни. Был высок риск даже пропустить межрегиональный турнир, но она точно хочет остаться в фигурном катании надолго. Так жаль, что век в этом спорте не такой длинный. Мне родители говорили, чтобы я не ехала, чтобы меня можно снять, но я отказалась, чтобы меня снимали, и я поехала. Я не знаю, ну лет до 25, ну пока вообще у меня ничего не развалится, я буду кататься. Домашний турнир стал очень удачным для тюменцев. Чемпионом среди старших юношей стал Глеб Ковтун. Бронзу у младших примерил Илья Богатов. Заветные лицензии на всероссийский финал также достались ребятам из Прибоя. Платону Жаркову и Ульяне Стружак. Я могу сказать, что уже много лет на самом деле в первенство отбираются с наших зональных соревнований дети как раз вот семи, может быть, регионов, семи-восьми. И, в общем-то, традиционно это участвует и Тюменская область в этих семи-восьми сильнейших регионах, где хорошие фигуристы готовят. Субтитры создавал DimaTorzok